Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Тагадрог. Сегодня 6 апреля 2016 года. Друзья, сегодня второй день восстановления после длительного голодания. Ну, что я вам хочу рассказать о прошедших сутках. Значит, первые сутки голодания после восстановления, значит, вот когда я в течение дня всего лишь 500 граммов сока добавил, ну, наполовину с разбавленной водой, то есть получается литр, в общем-то. Ну, фактически 500 граммов сока. Вот, что я почувствовал, какой, значит, у меня прилив произошел. Буквально я чувствую, что внутренняя как-то энергетика у меня начала меняться, у меня настроение начало подниматься. Хотя, что там, говорю, 600 граммов, да, говорю, фактически, влезть в организм, который 3 недели не питался. Вот, но в этот день я очень ходил много по городу. Даже 200 метров пробежал, пробежал без всякой отдышки, вот, без усталости, мышцы не чувствовали слабости. Вот это я уже почувствовал, что у меня начала появляться энергия. Вот. К вечеру, когда я пришел домой, в общем-то, немножко так слабость была, появилась в мышцах, икр, ног. Вот, но это так и должно быть. В общем-то, в этот период такое и происходит. Значит, что еще я хочу сказать вам? В течение вот первых двух восстановительных, двух-трех восстановительных дней необходимо обязательно проделывать клизму еще, покуда стул не пойдет уже самостоятельно. Это обязательно делать надо. Потому что через кишечник начинают выделяться токсины, яды, которые через кровь разносятся по всему организму. И это отравляет организм. Друзья, сегодня пульс мой 66 ударов в минуту. Но, как пишется в научной литературе, что в процессе восстановления пульс потом урегулируется, падает, и фактически становится на минимуме. То есть на том уровне, в котором фактически он должен быть к этому периоду. Так что, то, что выше там или сейчас, еще ниже пульс, он для ориентации никакой не имеет значения. Это мы увидим окончательно после того, как я закончу период восстановления. Теперь вес проверим. Весма начинает по-прежнему падать. Сегодня он составляет 72 килограмма 950 грамм. То есть на 350 грамм падение произошло веса по сравнению со вчерашними сутками. То есть по-прежнему вес падает. Но так и об этом и говорится. Ученые говорят об этом, что в течение первых двух-трех суток восстановления вес будет падать еще. А потом он постепенно небольшими дозами будет нарастать. Но сейчас я покажу вам то, что необходимо на сегодня, чем питаться необходимо на сегодня, на второй день восстановления. Друзья, второй день восстановления отличается от первого тем, что в первый день мы пили чистый натуральный сок, разбавленный наполовину с водой. Второй и третий день восстановления мы пьем только чистый сок. Ну и естественно, в обязательном порядке это в перерывах воду пьем. То есть мы в течение суток должны выпить полтора-два литра воды. Это обязательное условие. Вот, хоть воды в принципе вот сейчас уже и не хочется, но ее надо пить. Потому что клетки должны обезвожены, они должны питаться, пополняться влагой. Вот. Значит, что еще? В прошлом, за прошедшие сутки у нас был первый день восстановления. Значит, мы 600 грамм сока, вернее, я виноват, 500 грамм сока делали. Сегодня же, на второй и третий день, мы по одному литру делаем сока. То есть вот литровая баночка, и мы ее должны в течение суток, ну в течение дня, 4-5 раз питаться, то есть растянуть понемножку, вот так, где-то грамм по 200 за один заход. И пить, опять напоминаю я же всем, пить, не залпом выпивать, а смакуя, разжевывая, смешивая со слюной, чтобы прочувствовали все органы, аналитические органы внутри, чтобы они прочувствовали вкусовые качества, вот эти восприняли. И на нервные окончания языка нашего все это передавалось в центральную нервную систему. Вот. Так что обязательно жевать надо, обязательно жевать, медленно, медленно. Ну, вот то, что на сегодня. Процесс, в принципе, продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и таким образом, друзья, вот, пока 2 литра не наполнил, я, значит, заранее, видите, уже заготовил, почистил морковочку свежую, заготовил яблочки, вот, обрезал все это. Яблоки, причем не те, которые в магните там продаются, может, чем-то они дополнительно обрабатывались, это со своего сада яблоки, чистейшие, без нитратов. Вот, я знаю, что качество у них высокое, тем более, особенно, первые дни восстановления, это очень обязательно. Вот, ну, вот кратко то, что я вам рассказал о втором и третьем восстановительном дне. На этом до свидания, до следующего видео. Пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok